Теперь перейдем к использованию методов ядерной физики, физики тяжелых ионов в ядерной медицине. Это наиболее исследуемые и эффективные направления, в последнее время особенно сильно развивающиеся, в нескольких направлениях. Это использование радиоактивных веществ для ионизирующего излучения, для диагностики заболеваний и для радиотерапии этих заболеваний. Как правило, эти вещества, вот здесь у меня представлены некие аппараты, это циклотрон специальный, я уже говорил, делаются специализированные малогабаритные циклотроны для производства изотопов. И для облучения это гаммнож, который использует гамма-излучение для обработки клеток больных. Это кибернож, это пэд-сканер, это пэд-терапия и так далее и тому подобное. Все это используют методы ядерной физики. Значит, ядерная медицина включает в себя, еще раз хочу напомнить, это радионуклидная диагностика, то есть это функциональная визуализация. Это эмиссия компьютерной томографии, это позитрон эмиссионной томографии, так называемый ПЭД, и, наконец, радионуклидная терапия. Это лечение пациентов открытыми радиопрепаратами. Вот все это требует использования ионизирующих излучений, радиоактивных изотопов, и практически все они получаются на циклотронах в реакциях с тяжелым ионами. Сейчас я приведу несколько примеров. Например, вот основные радиоизотопы, получаемые на ускорителях для диагностики того или иного органа. Как ни странно и не очень понятно, наш организм устроен так, что принимает или адаптирует некоторые элементы, которые оседают или останавливаются при их поглощении, при их употреблении в определенных органах. Вот здесь я несколько примеров привел, далеко не все примеры. Например, технеции. Сейчас очень активно используется в медицине технеции, изомер 99М, который адсорбируется в самых различных больных органах. Вот так почему-то организм устроен, физики мы этого не понимаем, медики мы пока не понимаем, медики еще не понимают, а больные уже, так сказать, это используют. Вот технеции, самый распространенный изотоп, он живет 6 часов. Это очень важно, чтобы изотоп жил не больше 2-3 дней. Тогда он будет не опасен, он распадается через 3-4-5 дней и уже, так сказать, выводится из организма. Например, талий 201-й, 73 часа живет для диагностики болезни сердца. Вот сердце его, так сказать, адаптирует, изотоп талия, тоже получается на ускорительных циклотроне. Галия 67-й, это желудок, йод 123-й, это все хорошо знают, это щитовидная железа. В последнее время используется уже для тяжелых элементов, для изучения метаболизма, трансурановых элементов в организме, используется плутоний 237-й. Вот впервые это в лаборатории ядерных реакций института запатентовано и получали. Мы плутоний 237-й, который использовали для... 45 дней живет, для больных. Кстати, впервые он был использован, наш изотоп, был использован в Англии группой английских медиков. Сергей Николаевич Дмитриев, наш директор активно это внедрял там, за что получил действительно члена английского химического общества. И вот они на себе, медики, проверили влияние плутония 237-го. А появилась эта проблема после Чернобыля, когда после углеродов, бериллиев, легких, так сказать, изотопов, оказалось, что остались тяжелые изотопы. Уран, путоний и более тяжелые изотопы, которые вот попадали в организм и производили нарушение деятельности, например, костей человека, костного мозга. А тогда не было у нас специальных изотопов для исследования метаболизма трансурановых элементов в организме. Вот мы научились делать плутоний 237-й. Здесь очень большая проблема – это частота изотопа. Я говорил вначале, что самый широкий класс реакций происходит, когда мы обучаем тяжелый он образец. И вот из этого многообразия продуктов реакции надо с большой степенью очистки, 10-4, по крайней мере, выделить только плутоний 237-й. И здесь опять наши физические методы, наши сепараторы магнитные используются, которые позволяют выделить плутоний 37-й с такой высокой степенью очистки. Теперь еще раз я уже говорил, позитронная томография. В позитронной томографии используется углерод 11-й, азот 13-й, кислород 15-й, фтор 18-й. Вот живут они довольно коротко – 20 минут, 10 минут, 110 минут. В чем заключается, так сказать, принцип этой томографии? Это есть испускание двух гамма-квантов с энергией 511 кэф. Таким образом, у нас источник, вот, например, кислород 15-й вдыхает пациент, больной. Этот кислород 15-й концентрируется в каком-то органе, который потом испускает два гамма-кванта. Два гамма-кванта, а вокруг этого пациента расположены 4 пи-геометрии статалиционных детекторов. То есть это типичный прибор ядерной физики, когда измеряется корреляция двух гамма-квантов, и воссоздается картина, визуализация вот этого больного органа. Мы видим прекрасное двухмерное, а сейчас и 3D изображение появляется. Вот, этого органа. Причем откуда это пошло? Ну, хорошо известно, что интернет пошел из ЦЕРНа, физики первые начали пользоваться. Такая же вещь вот с позитронной томографией. Впервые в физике, в том числе и в физике тяжелых гаммов, были использованы 4 пи-геометрии статалиционные детекторы, которые, измеряя угловые корреляции гамма-квантов, позволяли с помощью специальных сложных программ воссоздавать размеры и форму ядра, которые образуются в реакции, которые, естественно, не видны ни глазами, ни электронным микроскопом, ни каким другим способом. Так вот, такие корреляции гаммы с использованием 4 пи-детектора позволяли определять картину, деформацию, другие параметры вот этих ядер, которые образовывались. Так вот, перенос этой методики в медицину один к одному практически позволил определять уже не микрокартину, там, ядра, не микроразмер ядра, а уже макроразмер определенного органа человека. Вот пример, как физика непосредственно используется и дает свой вклад в лайф-сайенс, так называемый, природа, наука жизни. Ну, здесь такая картинка, это потребности препаратов в радиофармпрепараты для медицины. Ну, видно, что технец, я уже говорил, в основном нужен, ну, технец производится в атомном реакторе, а на циклотронах в реакциях тяжелой мемы производится талий, инди, галий, йод, фтор. Специально существует для производства фтора 18-го п-циклотрон, и в реакции с тяжелыми ионами образуется фтор 18. Вот использование реакции, использование тяжелых ионов для медицинских целей. Это радиотерапия и диагностика заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова